Брызкая городская библиотека имя Пушкина запросила на калядное сустрече. На уже традиционном свете слова и мелодии побывала Вероника Яковец. Это тот уникальный выпадок, когда у библиотеки нет тишины. Тут разговаривают, спевают, играют на музыкальных инструментах. Так городская библиотека ладит калядное сустрече, которые сами уже стали мясовой традицией. Сегодня у нас творческие люди в гостях. Они очень разные, но их объединяет талант, любовь к книге, любовь к литературе и к читателям. Я рада, что традиции рождественских встреч сохраняются. И я рада, что, как всегда, у нас аншлаг. И многие брещане могут посетить наши встречи и пообщаться с писателями и поэтами вживую. Самые-самые-самые на беростейшине. Самый популярный поэт, один из самых ведомых музыкальных педагогов и самый выдаваемый письменник. Дареша для опошних – это своясомливый дебют. Познавательная книга, хорошо оформлена, она издается, переиздается, ее читает, ее ставят на полку, ее интересуются миром. Так что вот я все-таки последние годы занимаюсь исключительно мощно-познавательной. Помимо того, что свыше нам дано Богом, музыкальный слух, там голос у детей, с которыми я занимаюсь, я их учу трудиться. Мова музыки и мелодия слова. Бодай такую гармонию, шукая поэт Василь Бану. На его верше гучала крональная композиция у выканания ведомого брызгому слухачу коллектива «Лимон». А сам поэт презентовал свою четвертую книгу вершал «На гребне времени волны». Дело в том, что если человек не чувствует музыки, да, не слышит музыки, он напишет стихотворение. Что, допустим, Сосаныч Блок закончил свое творчество в 39 лет, 41 он, значит, умер. Так вот, он закончил свое творчество, потому что он говорил друзьям, своим коллегам по-первых, что он не слышит музыку, именно ни слова, ни тематика, а именно музыку. Понимаете, поэтому с этой позиции, да, естественно, надо слышать музыку, чтобы писать стихи. От ритмической основы отдельно, то есть просто стихи, стихотворения. Мы познакомились с Василием. С тех пор мы дружны, и в жизни дружны, не только в творчестве. И поэтому разногласий нет. Ему в основном мелодия, которая мне дается, очень нравится. И сочетание стихотворений, мыслей его, и музыкальной мысли ему нравится всегда. Под Новый год мы, як николе, верим у зимовую казку. Колядные сустречи – это еще один святочный цуд. Шаровный свет литературы, поэзии и музыки. Дякуючи этому, житье становится больше яскравым, и жить становится тяковей. Вероника Яковец, Александр Крывецкий, областные новины «Брэст». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова